Приветствую вас! И вы знаете, есть такой прием, такая особенность человеческого восприятия информации, восприятия окружающего мира, который я бы хотел с вами разобрать на примере телевизионной передачи новостей. Вот, а думаю, что в любом случае, хотя бы раз вы эту передачу смотрели, там большую часть экрана занимает диктор, который передает новости. Этот диктор является центральной фигурой того, что мы видим на экране. За диктором расположен фон, расположено фоновое окружение. И вот, когда мы смотрим новости, мы не видим этого фона, мы его не воспринимаем. Все наше внимание фокусируется на фигуре. Именно так работает все человеческое сознание и все человеческое восприятие. Есть фигура, есть фон. Когда человек говорит, что у меня нет выхода из какой-либо ситуации, это означает, что человек не знает, что ему делать с фигурой. Центральная фигура вашей ситуации ограничивает ваши выходы, ваши варианты решения, ограничивает вашу стратегию поведения в конце концов. И для того, чтобы найти выход из вашей ситуации, попробуйте всего-навсего в своем сознании убрать фигуру, центральную фигуру, на которой вы, как правило, всегда заостряете внимание, и оставить только фон. Оставьте фон, и тогда вам придут совершенно новые модели поведения и новые перспективы решения ваших проблем. Как только вы в своем воображении уберете фигуру, оставить фон. Например, уберите ссоры, и что останется? Что останется, если представить все то же самое, что между вами происходит, с вами происходит, да, только без ссор? Что будет тогда? Какие у вас отношения с родными? Какие у вас отношения с близкими? Почему у вас такое непонимание между друг другом? Откуда такое непонимание? И так далее. Обратите внимание на фон, сделайте фон фигурой, и решения будут всплывать одно за другим. До тех пор, пока вы ограничиваете себя одним только центральным элементом ситуации, вы не видите никакого выхода. Следующий вариант, следующий пример, который мне бы хотелось привести, заключается вот в чем. В безвыходной ситуации требуются нестандартные решения, и всегда вспомнить о том, что все довольны вашим решением не будут. То есть, чьими-то интересами придется пожертвовать, это во-первых, и во-вторых, это то, что, ну, в общем-то, все довольны и не будут никогда. И это тоже нужно понимать. И в первую очередь, смотрите на, вот, если говорить о том, в пользу кого принимать решение, да, в пользу кого выбирать. Смотрите на то, как люди к вам относятся. Например, вы сейчас живете с мужем. Хорошо. Как муж к вам относится? Достойно ли? Недостоинно? Плохо ли? Неплохо. Этот момент нужно уязвить. И вот тот человек, который относится к вам хорошо и достоин того, чтобы вы принимали решение, исходя из его интересов тоже. Ну, что касается вот этого вот общего момента, я надеюсь, вам помог. Что касается критики, то здесь ситуация такова, что на самом деле отношения с родителями нужно разбирать. Отношения с вашим мужем тоже нужно разбирать. И так последовательно-последовательно распутывать клубок ваших взаимодействий, чтобы понять, где же находятся проблемные элементы, где находятся проблемные аспекты, проблемные части, чтобы можно было с ними работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.